Здравствуйте! Вы в телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в очередной раз выступил с резкими критическими заявлениями в адрес президента Назарбаева, президента Казахстана. Многие связывают это с выборами, которые будут происходить 15-го числа, в ближайшие дни. Почему происходит такая ситуация? Почему возникло такое обострение между двумя соседними дружескими государствами? Мы беседуем на эту тему с политологом Аркадием Дубновым. Аркадий, здравствуйте! Добрый день, Илья! Аркадий, извините за мой, так сказать, французский. Почему, на ваш взгляд, действующий президент так активно нарывается? Ведь ему же потом, ну, при любом исходе выборов, то есть он остается политической фигурой. Зачем ему это надо? Ну, начну с конца, знаете. Вот тут недавно Владимир Путин дал интервью к киргизскому телевидению сразу после визита Атамбаева в Сочи. И девушка из Киргизии, счастливая от того, что она с Санцеликин даже встречается, с русским, спросила его про, вот, какой ему показался Атамбаев, каким человеком. Тут долго-долго мялся, долго попытался подобрать слова, а потом сказал, ну, знаете, ну, он такой-такой у него есть. У нас, говорит, разные психотипы. Сказал так, сочувственно, но, в общем, на пределе возможности, если считать, что это говорил один президент о другом президенте. Значит, такого умения у Атамбаева говорить о других президентах, ну, видимо, нет. Поэтому он не может скрыть свою чудовищную обиду на президента Казахстана за то, что тот позволил себе не просто принять оппонента своего фаворита, Атамбаевского фаворита на выборах бывшего премьера Женбекова, я говорю о Амурбеке Бабанове, да, который был принят Назарбаеву. Но еще и публично сделал об этом сообщение даже с видеосюжетом. Это был вызов. В этом Атамбаев увидел личные к себе отношения. В этом Атамбаев увидел признаки того, что от него в Казахстане устали, как от лидера государства, и поддерживают другого кандидата. По-человечески я могу понять Атамбаева, но как государственного лидера понять его невозможно, потому что он почему-то посчитал, что победить может только его фаворит, а все остальные фавориты не надо. Понимаете, есть две точки зрения. Одна правильная, моя, а все остальные непонравильные, чужие, да. Вот приблизительно так он относится к свободе выборов в Киргизстане. Хотя, с другой стороны, уникальная ситуация в Киргизии, мы до сих пор не знаем имя следующего президента этой стороны, и никто точно не может назвать, в отличие от Казахстана, России, Узбекистана, Туркменистана и Табликистана. Так что он уходит, он хромает утку, он реально исполняет свои обещания, конституционные свои полномочия, он оставляет после шестилетнего срока президентства. И это, с другой стороны, огромное достижение, если таки эти выборы пройдут благополучно и не случится очередной киргизской катавасии. Аркадий, помните замечательный фильм «Депутат Балтики», где депутат Дронов воспитывает, по-моему, начальника ЖЭКа или кого-то, который там вламывается к ним в квартиру, говорит, я же вас учил стучать, когда входишь, а не когда выходишь. Но в данном случае получается, что действующий президент Киргизии будет стучить, точнее, уже стукнул, именно на выходе, что он оставляет своему преемнику. А вдруг победит его, так сказать, ставленник, ставленник его, так сказать, партии, то все равно ему расхлебывают это все. Ну, разумеется, ну, разумеется. Ну, конечно, я уже в тот же день писал, что другого выхода для Атамбаева и даже для его преемника, кроме как извиниться публично перед президентом соседней страны, не будет. И отчасти эти проблемы уже вырисовываются перед Атамбаевым, который отказался, сославшись на занятость перед выборами, и необходимо следить за разгулом криминала перед выборами, он не поехал в Сочи на саммит СНГ, который в эти часы проходит, а и послал вместо себя, так сказать, новоотвеченного молодого премьер-министра Сапара Исакова, да. То есть я уже, опять повторяю, извините за самоцитирование, написал, что Атамбаев ведет себя, как нашкодивший школьник, который боится появиться в школе перед главным руководством, потому что могут его поругать, вызвать, так сказать, родителей и так далее, да. И сказать, как же тебе не стыдно, да? Ну да, ну да. Боится он, конечно, ему надо было бы встречаться там с Назарбаевым, вообще как-то объясняться, о чем-то говорить, это же, пока ты не извинился, это невозможно. Ну, я должен сказать, если честно, то, конечно, вот этот выпад Атамбаева совершенно парадоксальным образом нашел одобрение среди огромного количества казахстанцев. Ну, я уже не говорю про граждан Киргизии. Вы имеете в виду тех, которые, мягко говоря, не любят президента Назарбаева? Совершенно верно. Поэтому, если почитать сейчас, что творит в социальных сетях, это, конечно, гос и маленькая тележка. Мы видим реальность, какая она есть в умах казахстанцев, в умах киргизстанцев, да. То есть, очень сложная ситуация, я бы сказал, мягко говоря, неоднозначная, да. Но государственный, так сказать, этикет, ответственность остаются на месте. Вот только что мне один из государственных, как бы, бывших лидеров Чиргизии прислал видео. Четыре минуты подряд едет машина вдоль огромной, многокилометровой пробки, которая выстроилась с казахской границы перед пропускным пунктом в Киргизстан, поскольку казахские власти предприняли жесткие меры, ужесточающие пограничный контроль на границе с Киргизией. Вот, что называется, обратка, которую получили в Киргизии за обиду в адрес казахстанского руководства. И боюсь, что это не последняя обратка. То есть, такие вещи не прощаются на Востоке? Вы знаете, они нигде, наверное, не прощаются. Ну, просто есть определенная, так сказать, политкорректность, которая не позволяет скатиться до вот такого базарного выяснения отношений, да. К сожалению, культура киргизской политики, она еще далека для того, для такого рода соответствия. Аркадий, 7 октября в Киргизстане в ДТП погиб вице-премьер Тимир Джумакадыров. Действующего президента называют возможным будущим премьер-министром страны. То есть, он не может переизбираться по Конституции заново на президента. Он исчерпал свой лимит. Но премьер-министром он может быть. На ваш взгляд, может ли быть эта трагедия, дорожно-транспортное происшествие, гибель вице-премьера, связана как-то быть с грядущими выборами? Не расчищается ли, так сказать, поле для нового премьер-министра? Ну, вы предлагаете какую-то конспирологическую версию гибели Джумакадырова. Я ее не разделяю. Я думаю, что это тривиальное несчастье, совершенно случайное, на дороге в Талас из Бишкека. В старые добрые времена дорожно-транспортное происшествие было любимым способом КГБ устранять, так сказать, ненужных политиков. Вспомним гибель Машерова в Белоруссии и так далее. Но, тем не менее, хорошо. Значит, будем считать, что это несчастный случай, трагический несчастный случай. Скажите, на ваш взгляд, вот эти вот, так сказать, разбитые горшки между двумя государствами, между Киргизией и Казахстаном, как они повлияют, как эти события повлияют на ситуацию в регионе и на интересы России? Значит, с последнего начну, совершенно, ну, извините уж за такую роду формулевку, ответственно, заявляю, что в Москве не выказывают и не готовы выказывать какого-то, так сказать, предпочтения по поводу желаемых кандидатур на постпрезидента, да. Более того, вчера появилось интервью большое замминистра иностранных дел России Григория Карасина на один из вопросов, касающийся целесообразности размещения на юге Киргизии второй российской военной базы, Григорий Карасин ответил неожиданно и довольно определенно. Он сказал, да, такого рода предложение было сделано во время июньского визита от Амбаева в Москву. Ну, знаете, мы не такие другие страны, которые везде, значит, расставляют свои базы по миру. Нам достаточно того, что есть, нам не нужна еще одна база в Киргизии. Значит, в Киргизии довольно справедливо некоторые политические деятели расценили уже это заявление МИДа, совершенно ответственного и уполномоченного такого рода заявления, как пощечина от Амбаева. То есть, Амбаев сам напрашивался, сам был хотел бы стать верным союзником России в ответ на то, что за такое предложение он получит поддержку, да, себя как патрона следующего президента, да, но он и не получил. Это было сделано за пять дней до выборов. То есть, это само по себе косвенное свидетельство того, что Москва не считает Геленбекова, как я понимаю, лучшим из лучших на пот будущего президента. Точно так же она не выказывает откровенно своих симпатий другим двум бывшим премьер-министрам Цариевы и Бабановы, да. Дело в том, что ни один фиргизский руководитель, если говорить предельно откровенно, не может быть антироссийским. Он может испытывать какие-то фобии, но ответственный лидер страны, которая фактически полностью зависит от, ну, в частности, от киргизских гастарбайтеров, 700 тысяч человек, работающих в России хотя бы. То есть, страна, в общем, очень сильно зависит от России. Ну, конечно, от Китая, но мы в данном случае говорим о предпочтениях политических, да. Поэтому нет сегодня в Киргизии кандидата, который бы, в общем, оказался бы враждебным по отношению к Москве, да. Есть интересы самих кандидатов. Плановая борьба, попытка сохранить свой бизнес, финансовые потоки распределения не поменять. Другой вопрос. Но, как бы так, купить расплавление Москвы Атамбаеву явно не удалось. Ну, как бы ни повернулись события и чем бы ни закончились грядущие выборы, к определенному, так сказать, достижению нынешнего действующего президента Киргизии, на мой взгляд, можно отнести то, что вот дело подходит к выборам. И, судя по всему, пока что вся подготовка к выборам и все, что с ним связано, проходит весьма и весьма спокойно, если не считать, конечно, вот этого скандала. То есть, для Киргизии, так сказать, пометуя ее недавнюю историю, это уже большое достижение. Вам не кажется? Я уже сказал, безусловно, то, что Атамбаеву за несколько дней до выборов удается пока не сорвать президентскую кампанию, несмотря на все угрозы. Еще до вчерашнего дня были предположения, что снимут с президентской гонки главного кандидата или главного оппонента-фаворита, Морга Кабабанова. Тем не менее, это не произошло, слава богу, отмечу я. Так что я с вами согласен. Более того, вообще весь прецедент киргизских выборов очень важен для атмосферы, ну, извините меня, демократических перспектив Центральной Азии. Потому что это единственная страна, в которой, что называется, не восстановится, а утверждается некий принцип ротации государственных лидеров на выборах. И как бы это не шло тяжело, это очень важный прецедент. И, в общем, Атамбаев прав в одном отношении, когда он критикует Назарбаева. Мол, вы там такой бессменный, великий такой бессменный, но вы уже старый, а у нас все время, так сказать, обновляются кадры. И здесь, конечно, упрек совершенно очевидный, вот, так сказать, такой автократический стиль руководства, который является определяющим для всего региона, в Киргизии он по-прежнему ставится под сомнение. И это тоже, согласен с Атамбаевым, что это раздражает соседних лидеров. Всех без исключения. Я думаю, что я отчасти российский. Ну что ж, я надеюсь, что выборы, которые пройдут уже в ближайшее воскресенье, пройдут спокойно, без всяких сюрпризов. Я имею в виду сюрпризов незаконных. И мы узнаем скоро имя нового президента свободной Киргизии. А я благодарю моего собеседника, политолога Аркадия Дубнова. Спасибо и всего доброго. Александр, имеете в виду, это только первый тур? Да. Ну, мое пожелание, так сказать, на спокойствие и законность распространяется на все туры. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова